сочинять музыку, сочинять. Но потом, знаешь, какой-нибудь человек, который подсел на твою музыку, у него будет там или свадьба, или просто какое-то мероприятие, захочет тебя пригласить. Ну, вот так. А с продаж я не знаю, конечно. С продаж... Только еще мобильный контент там еще зарабатывают, да, люди. Я там подписал, но что-то мне деньги не скидывают. Хотя я смотрел, там что-то присылают. Просто очень много левых контор, которые на этом зарабатывают деньги, но до самих авторов деньги не доходят. Просто еще не успеваешь всем заниматься. Много всего, что хочется сделать, и отслеживать вроде продажи свои, и договариваться еще о выступлениях надо. Но я сейчас как бы больше не договариваюсь, в принципе, и не договаривался. Мне просто бы как бы звонили, хотя понимаю, что нужен директор, который бы как бы продвигал это выступление. Здорово. Ну, в общем, из всего вышесказанного я делаю вывод, что ты скорее музыкант, чем бизнесмен, и у тебя музыка все-таки на первом месте, это очень приятно. Ну, сейчас стало. Не, сейчас на самом деле стало. До этого я больше был бизнесменом. На самом деле пришлось, когда вот строил студию, да? Не, ну, с другой стороны, для тебя музыка это профессия, в первую очередь. Ты же учился на музыканта. Ну, сейчас я, смотри, я сейчас делаю то, что мне просто нравится, то, что получается. В принципе, не обламываюсь. Сделаю вот так, сделаю так. То есть я не совсем уже смотрю, как будут люди оценить. Я, конечно, смотрю там за комментариями. Кто там, знаешь, ой, блин, типа, это, типа, там, 90-е годы. Ну, я понимаю, да, 90-е. Но мне, например, нравится какая-то музыка. Там хотя бы музыка была. То есть или там 80-е. Сейчас же столько музыки, где музыку сложно назвать, сам понимаешь. Но при этом многие там тащат, там просто набор звуков. Мне здесь, например, тоже скидывает какой-то иностранец фейсбука трек. Говорит, вот, я, слушай, сделал, так хорошо звучит. То есть я послушал, так офигенно звучит. Думаю, слушай, давай, давай. Он мне совместку предложил сделать. Говорю, да, 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 давай запишу что-нибудь. Хотя, как бы, наверное, не всегда соглашаюсь. Просто хочется больше свои треки-то делать. Вот. Потом оказалось, он, как бы, разговорились, это все из библиотеки HeadCandy, там, библиотека звуков HeadCandy тоже выпустили. Я скачал эту библиотеку звуков. Смотрю, ну, там просто, знаешь, ну, в открытую наглость все вставил подряд, да, и все. И типа трек. Он говорит, что это вот треки сделал. Из библиотеки звуков. Ну, я даже не стал это записывать. Просто, знаешь, своего творчества получается нет. Просто квадратики поставил, и все. Так, ну, ладно. Давай поедем дальше. Вот хороший вопрос. Как записываешь саксофон, и какова, значит, его дальнейшая судьба, в смысле, как ты его обрабатываешь? Может быть, ты, кстати, покажешь прямо вживую, как это происходит. Например, что-нибудь там включишь, какой-нибудь, какой-нибудь трючок запишешь и повесишь на него что-нибудь. Ага. Сейчас я уже здесь скажу. Как ты думаешь, сыграешь нам в эфире? Не, ну, сыграть, да, могу здесь просто звук такой будет. Но еще, знаешь, у меня сейчас подключен же компьютер-то не к основному. А, ну да. Да, и здесь у меня звуковая карта сейчас. То есть у меня сейчас нет звуковой карты, я сейчас ее слушаю через обычный выход. Получается, только можно записать через этот микрофон. А в лоджике у меня... Сейчас, что мне там... Ну, давай, все равно сделаем. Ну, сейчас тросим, надо тросим вообще сейчас. Я думаю, это всем будет интересно. У меня тут, на самом деле, вход, я не знаю, какой назначать. Микрофонный вход, да, обычный. Ладно. Лайн-ин, наверное, там же... У тебя же на настроенной звуковой сидишь? Ну, да, да, да. А у тебя... А, слушай, тебе нужен тогда переходник. Да ладно, сейчас... Ну, давай, изобрети что-нибудь. А я пока... А пока ты изобретаешь, я расскажу ребятам о твоей идее, о том, что ты готов был записать саксофон кому-нибудь под трек. Словно говорят. Ты еще готов, скажи? Готов, но сейчас, сам понимаешь, надо опять же через эту звуковую карту, через другой компьютер. Ну, понятно, да, 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 да. Не, ну, если что, да. О, кстати, давай сейчас это, что называется, сварим часы. Армен, скажи, пожалуйста, сколько человек нас сейчас смотрит? Ну, в районе 50. В районе 50, маловато. Ну, да. Вот. Ну, тем не менее. В общем, ребята, вот в районе тех 50 человек, которые нас сейчас смотрят, если у кого-то есть какая-нибудь какая-нибудь наработка, хаусовая и драманбейсовая, такая, не тяжелая, а именно такая полупопсовая, вот можете скинуть, и Миша вам под нее что-нибудь запишет прямо вживую. Кстати, что на Ютьюбе происходит интересного сейчас? Кто-нибудь что-нибудь пишет? Там спрашивают, какие наушники у Миши. Это плохие, которые выиграл в конкурсе, они уже разваливаются, но закрытые. Сейчас специально закрытые взял. А так у меня Sennheiser открытые, HD какие-то, потом еще в ремонте Sony заказал через eBay и что-то трещало ухо и отдал сейчас в Иску, блага она здесь рядом. И за этот ремонт я отдал цену больше, чем сами наушники. В итоге они еще мне не вернули, то есть вообще. Я понял, что лучше надо было покупать новые наушники и все. А у тебя белые, вон висят какие-то. Это что за уши? Белые-то я купил, они закрытые, в принципе прикольные. У них где-то в Паттайе купил. Еще в прошлом году. Интересно. Так, сейчас наверное улыбку на лице там в Паттайе, ага. Сейчас, ну что надо делать. Во, кстати, кстати, Кенр пишет, давайте кину наработку. Пусть кидает, конечно. Куда, как их бросать? А в чат, да? Не-не, он сейчас мне скинет, а я тебе передам как-нибудь. Да, или под пост в группе кидайте, ребята. Не, под пост, под пост, у меня есть этот, как он называется, он может документы выслать, а у меня есть, блин, господи, другой бокс выложу, я кину Мишу публичную ссылку. У меня вот три саксофона, сейчас вот достал Альт-саксофон, самый... Самый высокий. я с ним больше как бы стралирую, он средний. А, средний. Ну, вот такое. А, нет. Есть побольше, ну, ты знаешь, наверное, да? Ну, есть, да, есть. Я так понимаю, что Альт, Тенор, и, а кто там еще, Сопрано? Сопрано, да, на котором Кенни Джи играет, такая дыточка. Есть еще Бретон, еще больше. Есть еще и Сопранины, конечно, такие совсем маленькие. Есть еще и бас, но это редкость такая, как фото-пиано. Ну, это, кажется, Гобой, Фагот уже, там, это уже другая тема. Не, ну, они металлические. А, ну, деревянные, деревянные шнуковые. Тут вот ребята спрашивают, пусть потом Миша расскажет о звукоизоляции, чтобы соседи не мешали. Ну, это я уже тоже. Это спрашивали. У меня здесь пришлось несколько слоев делать, опять же-таки, все вот как бы читал, и все равно басы, басы слышны. Ну, у меня вначале слой, так, у меня голая вначале стена, потом минеральная вата слой, на нее гипсокартон, между гипсокартоном гидроизол, потом опять гипсокартон, он скрепляется, потом делаю другой каркас, деревянный еще где-то вот настолько. И опять же минеральная вата, этот роквал, и еще потом же ткань натягивал. Я даже, я уже на самом деле забыл, у меня там несколько слоев вот этого гидроизола. Вначале, конечно, когда я все сделал, очень сильно пахло тут студией, все это темно. Да, ребята, вы бы видели, вы бы видели Мишин Пол, он вчера просто показывал, там реально, там пол квартиры, и потом пол студии, там вот такая разница, вот такая, наверное. На самом деле, потолок тоже, говорю, у потолок, у меня панели висят все под таким углом, в сторону колонок, чтобы низкие частоты тоже забирать, но это все по ткани не видно. И сзади тоже вот, там сверху баллка, на ней висят панели, опять же тоже это ДСП, на ДСП слой минеральной ваты с одной стороны, слой с другой стороны, потом еще, по-моему, это самое, гипсокартон, и опять минеральная вата. И они вот так вещают тоже под разными углами, чтобы забирать низкие частоты, понимаешь? Ну, а это все больше для отражения, чтобы я то слышал чистый звук из мониторов, но сейчас все равно не получается, потому что предметы даже находящиеся, они отражают звук. Ну, ты видишь, немножко так заморочился, в принципе, это просто тупо закрытые уши, и все. А потом, если что, можно отдать кому-то на сведение. В итоге, когда делаешь трек, в итоге, когда делаешь трек, так долго заморачиваешься, отслушиваешь там, правильно, хорошо звучит, хорошо, и уже немножко, понимаешь, что очень много времени трачь на тем, чем, может быть, не стоило заниматься. Антон, там, кстати, кинули тебе треки, просто тут мне в личку пишут, куда надо. Вот, Денис только что скинул. Ну, все, это да. Один же, да, трек, один же трек. Ну, давай, один возьмем, допустим. Я думаю, что... Только я, сейчас, надо мне понять, как записывать, потому что у меня звуковая карта другая, то есть у меня внутренняя. Либо мне тогда сейчас придется записать на другой компьютер, потом я просто скину, включить, дай его. На другой лоджик. Ну, как вариант. Негромко? Нормально. Ой, трость такая тяжелая. Так, ну, я думаю, там же не все музыканты. То есть, в смысле того, что вот такая штучка трость. Видно? Деревянная. Видно, видно. За счет нее происходит звукоизвлечение. Трость, прикрепляй сюда. Вдруг кто захочет на сксофоне играть, хотя не советую. Особо. Штука такая. Вот наш дух. У тебя слух абсолютный, скажи. Ну, нет. Не, я как бы слышу, да, то есть, подбираю это все без проблем. И по аккордам там, да. Но не могу, знаешь, как у меня друзья, например, которые едет машина там, скоро они там говорят миссии, бемоль, миссии, бемоль. Знаешь, такие сразу же интервалы. И какие ноты именно? Ну, флитисты, потому что если бы я играл, например, на инструментах, где строй один, то есть на фортепиано, надо там скрипка, а саксофон у него как бы строй другой, то есть ми бемоль. У тенора саксофона б бемоль, то есть бейный стройщик. И из-за этого, то есть, называется нота до, но на фортепиано это до. Будет звучать не как нота до, а как нота ми бемоль, вот так вот. То есть на интервал другой. То есть подсознательно это уже сбивается немножко, да? Ничего себе. Ничего себе разница. Да, да, да. Ну, чтобы были бы удобный диапазон для каждого инструмента, выбирается свой, как бы, ну, издавна так выбирается. А записывать-то это как? Не, ну записываю я просто сразу же, если, например, по нотам, уже привык транспонировать. В этом сложность у себя была вот и аранжировки, именно оркестровый, инструментоведение, да, где приходилось каждый инструмент транспонировать. То есть, если есть мелодия, которую ты сочинил там на фортепиано, да, там, с чем-то играешь, это надо все разложить на инструменты. Это каждому инструменту надо писать, например, мелодия там до, ре, ми, фа, соль, а, си. То есть, у какой-нибудь, у Бейнового, да, инструмента будет на секунду выше, да? Или ниже, уже забыл. То есть, это там, у Валторн будет, у них строй F, да? Опять же, от другой ноты будет уже эта мелодия начинаться. Для них надо писать. Вот это самое сложное. Вначале этого, я думаю, сейчас электронщикам это не понять, потому что только одна миди-клавиатура, да, есть, и все. А вот то, что... Да, и пиано-ролу все. Я вот не знаю, но мне, может быть, все-таки лучше на баритоне что-то записать, ой, на теноре, потому что это такой у меня тяжелая такая трость. Кстати, Миша, пока ты подготавливаешься, у меня лично к тебе есть вопрос. Вот мне всегда было интересно, у меня есть хороший друг, тоже саксофонист, вот он именно живет этим делом, да, так сказать. Вот мне интересно было твое мнение. Ты себя больше считаешь, так сказать, музыкантом-аранжировщиком, да, создателем, музыке или все-таки саксофонистом? Ну, вообще, на самом деле, больше аранжировщиком того, что мне больше времени больше нравится, и как бы в студии я больше времени даю, да, уделяю. Редко в студии достаю саксофон, и когда есть только настроение, то есть записываю так, ну, не знаю, мне... Раньше, может, я на саксофоне даже лучше играл, да, сейчас как-то я не занимаюсь им, да, то есть у меня чисто больше выступления, гастроли, выступление, выступление, и все. То есть даже не занимаюсь. К сожалению. Грубо говоря, уже у тебя Ник играет, да? Ну, да, нет, это на самом деле с самого начала. Я занимался, может, только перед какими-то экзаменами, потом, когда уехал там за границу работать, там занимался, да, чуть-чуть. Ну, джаст играл, сейчас как бы джаст уже так не играю. когда приехал сюда в Россию опять, здесь начал тоже джаст играть, но почему-то он менее востребован, меньше за него платит. Сейчас как-то все так быстро меняется. Антоха, давай пока Меся подготавливается, может, пару вопросов еще, чтобы... Ну, давай, конечно. А, я сейчас, подожди, ему сейчас надо будет сначала, я быстро скину ссылку. так. Сейчас, секунду. Чтобы просто сделать и забыть. Тяжелая просит. И здесь, в комнате в этой сложно играть, потому что, говорю, вот акустика такая, да, например, не просто так в студиях больших звукозаписей есть разные комнаты, и есть полностью изолировано, а есть где, знаешь, присутствуют даже камни, там, для записи, например, барабанов, то есть, звук более такой яркий становится. Я, смотрим в чатик, там, скинул ссылку на трек, который нам прислали, честно говоря, я самого еще не слушал, но Денису, я думаю, можно верить, он там... Слушай, а ты можешь мне скинуть ее еще в контакт? Да, запросто. Просто я сейчас, мне надо будет на другом компьютере это все, видимо поставить. А если бы я могу тогда прямо сам на 3 файл скинуть. Ребята, а вы хотите просто, так сказать, наиграть сверху, да, или... Да, он сейчас включит, да, трек, и что-нибудь симпровизирует на него сверху, и мы обратно Денису перекинем дорожку. О, это круто. А он нам потом допишет трек и скинет группу, что получилось. Будет у него, и будет у него официальный коллап синтетик с аксон, классно. Сейчас, сейчас, сейчас. Тогда, наверное, стоит вавку скинуть. Нет, ему что-то играть. Я акапеллу скину. Да, он скинет чисто этот. Вот, Миш, я отправил, смотри. Сейчас, сейчас, давай. Ребята, если у вас есть вопросы, какие-то, задавайте на ютубе, мы соберем все. чтобы не терять время, чтобы не терять время сейчас. Давайте, давай пока, пока ты там что-нибудь, ты же можешь, ты же можешь говорить, да, пока ты там все подготавливаешь? Пока могу, Окей. Да, пока саксофон еще нет, не задействован. Тогда, пойдем смотреть. Дальше, что там, какие у нас вопросы есть? Как записывать? Вот, смотри, вопрос. Хотел бы, хотел бы ты сыграть с Иберем Бутманом? Ну, а что с ним играть? Он же, как бы, другой музыкальный, джаз, то есть, мы с ним работали, там, на корпоратив, кто-нибудь, он одну музыку играл, я другую музыку играл, на одной корпоративке. Нет, у него, как бы, у него же бэн, там, там, куча скосфонистов, то есть, другая музыка, то есть, больше джаз. Я сейчас, как бы, его уже не играю. Ну, то есть, приходится, надо играть такую легкую музыку, типа, смуз, джаз. Если бы, не, если бы, сказал бы, с кинцепианистом, еще вместе, а два саксофона, это, не знаю, это, хотя, иногда, помню, были такие заказчики, которые хотели, на мероприятие, что там было несколько саксофонистов, я думал, блин, ну, это, просто, во-первых, саксофон, такой тоже нестроенный инструмент, когда два саксофона начинают играть, если в одну, одну мелодию, это вообще лажа получается. Интересно. Ладно, давай дальше. От того же, собственно, от того же товарища вопрос, дошли ли, по-твоему, вайстай инструменты до такого уровня, что ты не сможешь отличить синтезированный саксофон от настоящего? Не, ну, саксофон-то, я думаю, смогу отличить, хотя, смотря, как-то сыграть тоже, знаешь, как записать, если, там чисто сэмплы, да, такие вообще, хорошие, где, кажется, каждое нажатие, там, да, разные ноты, после касания тоже, да, то какую-нибудь мелодию и можно сыграть так, что не отличишь. Например, вот гитарные библиотеки звуков, которые, так, много места занимают, так записано, что иногда сложно отличить даже профессионалу. Я думаю, скоро такое будет, но, знаешь, насколько это нужно, потому что треки популярные даже, да, всякие там, Destination, там, это, саксофон, там тоже будет саксофон, и все электронно, но они, явно, да, что электронно, просто тупо, даже, знаешь, с обычного какой-то модуля, и, несмотря на это, как бы, треки популярны, то есть, нужно ли это или нет. People have it, как говорится. Ладно, давай дальше. Значит, с кем бы, ладно, да, да, с кем бы хотел сделать совместный трек, и какие музыканты тебе нравятся больше всего? Ну, я вот сейчас, почему-то мне сейчас хочется больше свои треки делать, я же говорю, видишь, все почему-то думают, что я саксофонист, даже вот выпустив альбом с Лаурой Грик, где там я больше как аранжировщик был, то есть я саксофон так использовал, народ постоянно, слушай, а почему так мало твоего саксофона? И все думают, что это, знаешь, я только чисто саксофонист, хотя и аранжировкой, и сведением все занимался, вот, а так, ну, мне вот нравится больше всего, вот, как бы, продукция, вот, Левентина, там, вот, все, Динка, хотя, как бы, Крис Рис, да, все, не она там, естественно, все делает, и вот такой формат прогрессив хаоса мне нравится, потому что там больше прогрессив транс. Да, можно я прокомментирую? Прокомментирую от себя, просто у тебя как раз там у Левентина есть трек, не трек, точнее, бутлек, да, удивительно, просто этот трек меня тоже очень сильно зацепил, даже в оригинале, несмотря на то, что он очень простой, мелодический, фактически нет музыки. Я его долго писал, у меня много чего не нравилось, в итоге, как бы, я довел его до ума, то есть, меня как бы удивило, и смотрю, в Твиттере, в общем, даже Динк сама написала, вот, типа, посмотрите, ребята, там вообще такой офигенный трек, как бы бутлек какой сделать, да, у себя даже отметил это. Классно. Заместил. Ну, это, это респект. Так, ну, давай дальше, что там пока ты готовишься? Пора. А, ну, это я уже, это я уже, в принципе, спрашивал по поводу того, что... Спроси еще раз, спроси еще раз. Ну, я спрашивал по поводу этого, каким образом, каким образом ты пришел к электронной музыке, с чего начинал, и так далее. С перехода с подземной. С чьих работ черпал... А, с гей-клуба, с гей-клуба перепрыжил. Опа. С чьих работ черпал вдохновение, там, и так далее. А, в этом сестру. Да, да, да. Мне просто в клуб пришлось как-то, когда служили в армии, деньги хотелось иметь, да, и вот с друзьями, музыкантами пошли работать с переходом на Китай-городе. Там, гитару, даже парня. Говорит, вот давайте сегодня у нас там как раз такое мероприятие, приходите, приходите к нам. Ну, мы дали телефон, круто, зовут уже в какое-то место работать, но это было давно еще. Вот. И когда мы собрались, такие, идем, как-то странно, они себя так странно вели, в итоге оказалось, это клуб Шанс, такой был в Москве, даже знаешь, сейчас он уже, я не знаю, есть он? И клуб оказался, в общем, поработали там и оставили там работать. Ну, деньги платили, что ли? Ну, и слава богу. Ну, как бы я девственность не потерял там, нормально. Ну, окей. Надеюсь, что так и есть. кто для тебя, вот смотри, тот же от того же человека, дальше продолжаются вопросы, кто для тебя сейчас является примером на EDM-площадке, ну, ты уже сказал, что это Динька, в общем-то, что тебе нравится, по саунгу, да, ну, она, видишь, она не всегда такая коммерческая, в клубах ее, я не думаю, что в таких, в обычных клубах ее исполняют. Да, пожалуй, кстати, а ты видел, господи, как его зовут-то, французы этого 17-летнего, Модион, вот, Мэден. Такой чувачок, тоже пишет, похожий саунд, только, вот, больше с таким вот комплектором еще, ну, я тебя если не видел, покажу, я думаю, что тебя зацепит. Вот, тоже такой, очень классный прогрессив. Причем чувак играет, чувак играет не просто он как диджей, а он играет лайвом с двух ланчпадов. Безумно круто. Так. У меня тоже было желание так заниматься, но когда понимаешь, что столько всего надо возить, я вот и сензатор, тоже дополнительный, с микрофоном, думал для лайвов, а у меня, блин, в чемодан не помещается. Ну, хотелось, как ты знаешь, тоже еще разнообразить выступления, потому что сейчас диджеев просто, да, даже если ты записываешь, и делаешь треки, которые играют многие другие диджеи, не всегда приглашают в клубы. То есть, надо что-то делать, какие-то перформансы. Конечно. Вот, поэтому у нас, да, поэтому у нас топ-лис диджеев процветает. В общем, еще давай дальше. Тот же вопрос, вот уже, кстати, хороший, да, с чего бы ты посоветовал начинать, ну, начинающим, новичкам, да, здесь написано, как бы, опять-таки, неинтересный ответ, а-ля мусграмота, теория синтеза, интересны конкретные примеры в мире EDM. Кстати, я не понял вопроса, как-то, как-то неинтересны ответы типа теория, теория синтез. Типа, попробовать сделать то, учиться сделать это, выучить основу работы с такими-то виртуальными синтезаторами. То есть, ну, я не очень понимаю, зачем автор учиться. Ну, тогда я и говорю, что сейчас, как бы, из-за этого, то есть, музыки-то меньше становится, потому что все просто берут программу какую-то, начинают юзать ее, не зная нотной грамоты, да, но что-то все равно происходит. То есть, они как бы слышат и, ну, не сказать, то есть, с точки зрения музыки, это, конечно, пипец плохо, да, но все равно что-то происходит. Так что, можно, я думаю, с этой стороны тоже начинать музыкой учиться. То есть, так, методом тыков, методом пробо-ошибок, хотя мне надо присылать такие, блин, треки, я думаю, ну, ты что, не слышишь вообще-то? Ты знаешь, послушай, там, машап сделал, ну, просто разные тональности, да, и играют, и удивляюсь, люди там еще комментируют и скачивают даже, не знаю, ну, просто, ну, знаешь, там понимаешь, два трека, например, скрещивать, они в разных тональностях, при том, есть тональности там первой степени, родства, да, еще там, ну, сейчас же, как бы, маршаперы, там, они пользуются, эти, кванто-квинтовым кругом, ну, чтобы по тональности подбирать, а многие вообще просто не парятся. Ну, да, здесь четыре диеза, там один, какая разница? если диеза, хотя бемоль, ну, да, все. Не важно. Ладно, вот, смотри, вопрос, вопрос следующий, как ты добиваешься пространства в своих треках, как добиваешься разборчивости? Ну, это вопрос, видимо, сведения, чисто технически, у тебя, я смотрю, на был на этом, на этом компьютере лоджик с открытым проектом, ну, перед тем, как мы все это начинали, возможно, ну, невозможно, наверное, ты же покажешь что-нибудь интересное. Да, но у меня на самом деле мне самому не нравится свой звук, и я поэтому недавно даже воспользовался там услугами мастеринга, просто когда сидишь целыми днями один и тот же самый трек слушаешь, слушаешь, уже, конечно, теряется такое, знаешь, правильное понимание музыки, ну, какими-то плагинами там, да, насыщаю там его, но иногда бывает перенасыщаю, так слушаю, говорю, что зря я это сделал, лучше по-другому было бы. То есть, опять же, я тоже не совсем учился, то есть, что-то там почитал, там послушал, кто-то что-то рассказал. Лучше, конечно, если есть деньги, да, найти человека, который действительно профессионально сводит и может убрать там лишние частоты, так-то все самому приходится делать. В общем, отпетый перфекционист. Сейчас хочу послушать, что там за трек. Скинули, да. Опа. Понимаешь. Да-да-да. У меня просто микрофон сейчас тут работает. Студин, чтобы можно было слышать, что там скинули, интересно. сейчас темп сразу определю, что потом, если дл-чик я сделаю, иногда просто записываю, сразу ставлю дл-киньте эффекты, чтобы можно было примерно представить, как он звучал. и так спертельный номер практически. Я даже не знаю, что это может по-другому поставить, чтобы можно было видеть, что у меня здесь происходит. Вот тоже, видишь, модуль вроде бы есть вот такой, но опять же таким не пользуюсь. Roland GP8080. Ух ты. Это то же самое, это как бы виртуальный аналог, то есть он не чисто аналог. Да, но тем не менее... Миша, Миша, ты зря так говоришь, потому что сейчас пользователи напишут, если не пользуются, перешли мне. Да? Ну это легендарная вообще машина, это же скутер. Да, ну все равно, почему-то как ты... Проще, видимо, проект открывать, и когда ты уже знаешь, что здесь такой инструмент, это мне вот неудобство создается, когда ты еще... Хотя сейчас говорю, переоценил уже все, и начинаю пользоваться вирусом снова, уже просто по аналогу записываю. Там же у него частота внутренняя, по-моему, 192 кГц. Миша, тут как раз вот вопрос по саксофонам. На какой модели альта играешь, какие трости, фирма, толщина, какой мундштук? Мундштук дюков прогрызан уже, для невозможности. Уже постоянно его сам запаиваю. Видимо, потому что, когда выступаешь в клубах, все в движении, и зубы стачиваются, и стачивается еще и мундштук, прогрызается. Саксофон я давно покупал, Ямаха Кастом, то есть это как бы считается ручной работы, но я купил его поддержанной. Был такой битбенд, в которой вначале были спонсоры, который накупил очень дорогих инструментов из Японии, вот Ямахи именно фирма, и мне достался саксофон, дешево, потом занимал у наших друзей деньги, у многих. В общем, сейчас не жалею. Конечно, звук его отличается, такой мягкий достаточно. Ну, все равно не кроет, что там еще трости, но у меня вандорн в основном, как бы для этого штука подходит номер два и два с половиной, или двоечками. У тебя это что-то не говорит? Ну, лично мне нет. Да, какие трости толщина? Ну, вот это как бы толщина, это номер считается больше. Номер. Я, видимо, просто не понимаю, поэтому... Так, Антоха, давай, чтобы у нас молчания не было, задавай, давай, да, что-то, потому что мы сильно... Поедем, поедем, дальше, да, действительно, теряем время немного. Так, 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 потом едут. Спрашивает Алексей Лекс. Я знаю, что ты работаешь с проектом Макси Грув, в частности, с Андреем Скворцовым. Давно ли вы с ним знакомы? Как вообще познакомились два таких талантовых человека? Почему ты делаешь именно хаос-музыку? Это не Андрей Скворцов пишет, нет? Нет. Мне кажется, что это он пишет. Ну, ладно. Ну, давно работаем просто по клубам так начали работать еще. На кораблях здесь работали в Москве, начали музыку сочинять. Сейчас как бы дружно только что вернулись из поездки в Таиланд и во Вьетнам. Мы несколько раз ездим с ним, путешествуем. И там как раз и Никита тоже скосфонист. На кораблях это на набережной, здесь вот на Пресне и где-нибудь еще? Ну, раньше, чтобы раньше были корабли там где Химкинское водохранилище. Ночные. Ну, и там такие были тусовочки интересные. Понятно. И потом же Проект Театра Теней вот они... Ладно, давай дальше. Вот опять же... Я знаю, что он спросил точно. Тот же товарищ, тот же товарищ спрашивает, интересно, откуда взял голос бом-бом-бом из одноименного трека. Очень понравилось, говорит. Ну, это я, как бы сказал. Там просто, да, там на форуме написали кто-то. Есть, похоже, тоже такой же трек с таким же названием, там, Аксиом, Project, да. И на народ так, по крайней мере, кто-то там пишет, вот, ты, блин, скопировал, хотя я даже, ну, не копировал, даже не слышал этот трек, просто я вначале сделал какую-то аранжировку, потом так что-то сидел, что-то так, бом-бом, думаю, прикольно так. И как раз оно пошло, я взял, напел, в принципе, я же во многих треках говорю, такая есть тоже смешная песенка, там, которая, ну, достаточно популярная в некоторых городах, ну, и все, в принципе, в колхозах, там с Лаурой поем, и там, парень, парень, мышцы качай, но и про мозг, не забывай, но такая, знаешь, смешная пародия, все хотели клип снять, но что-то Лаура обламывается, потому что там она не как певица, потому что она как певица там не раскрылась, да, там она больше как стерва, да, сплетка, у нас даже фотография такая есть. В Лауре идет этот ужас определенно. Потом вот тоже, где я там, ну не пою, опять же таки, просто говорю с Димой, с Димиксером из Новосибирска тоже трек сделали, Хэллоуин Пати, и вот Паша Наркоманова использовал у себя в ролике, достаточно популярный стал, то есть народ сразу же начал его искать везде, а там я тоже, там даже, там не моя аранжировка, там аранжировка его, он сейчас даже проект загрузил на Ютуб, как он все выглядит во Фротилупсе, я там только говорил, welcome to Хэллоуин Пати, с низким голосом таким, и такой, там, I'm crazy, ну и в какие-то там слова, и вот, Миша, а на какой микрофон ты записываешь вокал свой? Ой, давно, и, недорогой, Rode, NTF2, и плюс еще вот через, ну, преамп ламповый, Беремжер, я обычно, это, не насыщаю голос, лампами, просто напрямую, темп, темп хочется поставить нормальный, напишите у него какой темп, чтобы я сейчас не искал, 127, 129, 128, просто там вступление не из бочки, я поэтому, разыграный тросик, лучше тоже, кто интересовался, на какой тросик играет, вот вроде поставил тросик номер 2, считается легкая, и все равно на ней надо еще некоторое время прииграть, чтобы она разыгралась, то есть я имею в виду несколько выступлений, да, чтобы потом она хорошо звучала, и ты сам себя комфортно чувствовал, когда выступаешь, ладно, сейчас попробуй, раз, раз, так, не придется выключить, а то есть какой-то характерный звук дает трость, а сексофон сам все как-то нет, все на самом деле, нет, как бы все вместе, совокупности, характерный звук, то есть мунштук тоже важную роль играет, то есть я, даже я думаю, самую важную роль играет именно мунштук, сейчас, как раз за диском пришли, да, 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 сейчас, скажи, Миша, включи свой микрофон, мы тебя пока временно выключили, дабы не потерять твое, все, мы потеряли Мишу, потеряли Мишу, минут на, я так думаю, 7, или нет, а, все, все, все нормально, ты здесь еще, так, пока фонограмму не будет слышно, вначале, сейчас мы будем свидетелями создания в реальном времени проекта, фактически, да ладно, прикалываться, смертельный номер, фактически, классно, я вас сейчас не буду слышать, хотя я сейчас могу вас слышать, просто наушники бы, да не, не надо, я думаю, мы поживем без тебя пару минут, скажи, пожалуйста, что-нибудь, что-нибудь, о, все, спасибо, теперь я тебя слышу, окей, блин, Игорь Шутник, ребят, пока Миша, подготавливается, на ютубе вопросы задавайте, самые нормальные вопросы мы зададим Мишу. Сейчас просим другого гостя. Тут еще пара вопросов осталось в группе, вот, ну и, наверное, мы еще коснемся сейчас темы, собственно, саундосведения, пространства, о котором мы говорили. Ну и напоследок, наверное, Миша нам что-нибудь расскажет еще. На самом деле, я понимаю, Миша, у меня просто друг был, вот, очень долго время занимает именно подготовка. Я думаю, интересно. я просто не понял, какой там лейтмотив должен быть, то есть, какая доля, сейчас попробую. Я вас не слышу сейчас, я отключил звук. Мы молчим. Сейчас еще несколько просто вариантов сделаю. Сколько у нас человек смотрит сейчас? 52. А, блин, устроит текстофон. Звук громкий, перегруз идет. Текстофон. КОНЕЦ а а а а а а а а а Блин, там какую-то мелодию бы еще придумать. Не, ну сейчас, конечно, сухо звучит, когда слышно только один саксофон в таком помещении. Сейчас я ему одним треком скину, там уже, я думаю, что-то сможет найти, задублировать, потому что сейчас в такой музыке можно просто две ноты сыграть и их повторять, повторять и повторять. Но для какой-нибудь ямы подойдет. Отлично. Сейчас. Сейчас, 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 еще один квадратик просто допишу, чтобы было бы что-то. Еще можно нарезать. Там два такта еще будем записать. Послушай. Сейчас включу звук общий, чтобы можно было послушать. Ну, я сейчас, блин, сейчас секрет увидит, как я записываю. Будут повторять так же. Ну ладно. Черт. Типс и трикс. Точно будем повторять, прям, Миш. На учительном саксофоне так же, все, конкуренция будет большая. А, включаем. Тут один товарищ, кстати, попросил денег за вебинар. Ну, мы разным артистам просто тучимся, я так рассказываю. Чувак 10 тысяч рублей искал, давайте. Угу. Ну, у меня тут типа секреты. Ну, наоборот, он должен давать 10 тысяч рублей за то, что его покажут. Ну, я тоже так подумал, что товарищ, может, еще не до этого. Ну, к сожалению, так не совсем все видно, да? Ничего, нам главное, чтобы слышно было. Видно-то ладно. Так, что ли я там? Ну, саксофон тихо. Я сейчас с самого начала в него вешаю питч, ну, который, допустим, встроенный плагин, питч-корректор, чтобы он строил, потому что иногда они строят какие-то ноты. Хотя вот этот питч-корректор лоджиковский, он съедает верхние частоты, я вот замечаю, особенно, когда вокал записываешь, то есть песок какой-то пропадает. Ну, без него никуда сейчас, чтобы кто-то записал вокал и не воспользовался, то есть, ну, это заметно потом будет, немножко не строить. По крайней мере, я всегда делаю. Ну, главное, аккуратно. Или каким-нибудь мелодайном пользоваться, где можно, или отаревским, да, знаешь, тоже, ауттюном, где выстраиваешь просто мелодию. Ну, нет, на саксофон, естественно, я так, естественно, никогда не делаю. Если вокал записываешь, где-то на какой-нибудь аккордик там построить. Ну, если ты дорожку будешь кидать, то без обработки тогда кидай, там, если что. Нет, нет. Или, может, два варианта скинуть, два варианта скинуть, в работные и не в работные. Питч и корректор, то есть, я по-любому запишу. То есть, как бы, эквализацию, ничего не буду делать. Ну, давай послушаем. Сейчас сразу повешаю посыл на дилей, а с этого дилей еще посыл будет на холл. Типа, как получится. Если кому-то интересно, я могу показать пич корректор в лоджике со своего экрана. Примерно, что Миша сейчас делает. А, блин, ну я могу, в принципе, вот этот проект уже... Блин, да, да, так, сейчас как мне сделать. Я могу, в принципе, это все то же самое открыть на этом компьютере. Давай не будем терять время, делай как есть. Да, у меня просто на том компьютере все. Потому что мы, правда, много времени потеряли. Вот, не очень хорошо, придется, видимо, потом что-то вырезать, чтобы это можно было смотреть. А то, правда, там по 10 минут. Хотя, ладно, сами промотают. Вначале я не понял гармонии, просто какая там гармония. Вижу, там гармония другая, я играю так. Другая гармония, на самом деле. Все нормально. Я не знаю, по-моему, все окей. Что проблем-то? А, нормально. Немножко гармонии тут. Ну, тогда скидывают просто без этого, без эффектов. Ну, собственно, да. Да, скинь обратно. Ну, а что я могу? Я могу только похлопать. В общем-то, браво, Михаил Синтетик Сакс. В прямом эфире запись нового, так сказать, трека. Нет, нет, здорово, правда. Нет, очень круто, мне тоже понравилось. Очень круто, вот здесь. Учитывая то, что это все импровизация, как бы. Вот даже Денис уже написал, вот и хит. Да ладно. Пойдите завтра на выступление и послезавтра. Куда? Завтра вот на крыше европейского, ну, прям там. Ну, к сожалению, я бы, вот знаешь, вот здесь из всех присутствующих прийти могу только я, потому что Армен из Хабаровска, ой, фу, из Харькова, Денис из Сургута, а Игорь... Когда я приеду к вам, приглашайте меня, приглашайте. Вот. Армен понял, да? Я прийти, да, да, да. А вот я, кстати, могу прийти запросто. Ну, давай. Или вот в Бэдруме буду выступать. В субботу? 15-го. 15-го. Вот могу, вот могу поговорить. Сейчас. Ну, скидывать я могу потом скинуть, да, то есть не обязательно сейчас? Да, не обязательно сейчас, там, в конце, в конце можешь мне кинуть, я, собственно, автору передам все. В том виде, в котором есть. Нет, очень классно, потому что твою запись можно будет использовать не только в этом треке, но и в каком-то другом под него что-то другое построить. Денис, там, я думаю, что-то подкорректировали. Если ты говоришь, что там у тебя что-то не сросло с тональностью, это уже не, ну, с гармонией именно, не с тональностью. Это уже не такая... Треку, зовите, вебинар. Вебинар? Ну, можно, да. Ладно, давай, что у нас там осталось-то интересного? Подожди. Секундопили уже, все. Сейчас я верну. Нет, там было еще пара вопросов. Вот, собственно, тут товарищ, видимо, твой коллега, тоже у него картинка саксофониста. Значит, интересная первая разминка перед выступлением. Делаешь ли что-то. Зарядку, да. Ну, на самом деле, разминку приходится делать, к сожалению, алкоголем. Хреново. Мне уже надоело. Да, не самое лучшее, согласен. Вот. Когда особенно приходишь, там надо успеть подключиться. Вот недавно подключался, блин. Еще когда неадекватный звукорежиссер попался, я уж не буду говорить про этот клуб, очень известный клуб. Сейчас опять буду выступать, но просто реально. Когда начинает, там не говорит, ты что здесь, типа, ходишь, что здесь мешаешься? Отойди, не видишь, я здесь, блин, звукорежиссер просто стоит. Там, там, диджея, он даже на диджею, на диджея Юру тоже так наехал. Такой, ну, известный из славы диджея Юры, вот шту, слава, который сгорел. Ну вот, нас постоянно с ним путают, и он тоже на него так же что-то наезжает. Это вообще, да, ну, как, ну, просто люди такие неадекватные бывают, удивляют. Да, действительно. Второй вопрос того же товарища, значит, отношение к курению. Плохое, да, ну, конечно. Ну, конечно, да. Ну, иногда приходится покуривать, иногда. Ну, очень редко. Ну, не очень, нет, иногда бывает очень редко, иногда бывает... Нет, я не буду компанировать. Нет, я вообще, у меня жила нет, я вот нахожусь дома, у меня никогда нет. То есть, если кто-то там закурил в каком-нибудь ресторане, так смотришь на него, блин, блин, хочется курнуть. А ты курил когда-нибудь или как? Нет, ну, так, знаешь, чтобы прям каждый день. А, то есть, просто я понял, фан. Ладно, окей. Как влияет нахождение в накуренном помещении на качество звука по игре? Вот, интересный, кстати, вопрос. Ну, хрен, ну, очень, потому что это больная, на самом деле, тема. Даже сейчас больная не только в клубной сфере. Ну, ладно, про это я не буду говорить. То, что когда накурено, конечно, помещение, это вредно, во-первых. И весь потом воняешь, волосы, когда смываешь себя, ты, конечно... Вот у меня как раз знакомый продюсер, да, группы «Сдоп-шиздуп», они вообще даже отказываются выступать по клубам, где накурено. То есть, они больше на фестивалях выступают. Потому что, когда поешь, это, да, очень вредно. Отдыхаешь из себя. Это приходится играть, где вообще, знаешь, клуб, где не нужна дым-машина. Просто люди курят, вентиляция не работает, и все, и нормально. Там лазер красиво все рисует, но потом просто весь воняешь. Слушай, ну ты живешь, в общем-то, недалеко от центра, а в Москве воздух, как бы, я по себе-то знаю, какой. Да, да, да. Так что тут кури, не кури, в общем-то, легче не будет. Ладно. И, наверное, самый скучный вопрос, не знаю, каким микрофоном снимаешь звук и какая радиосистема? КГ-микрофон. Ну, видимо, концерт имеется в виду. Ну, да, радиосистема. Чтобы мне не говорить, там, не знаю, ой, ниже, не выше. Ну, как-то видно. А, вот видно, видно, вот если сфокусить, да, КГ, вот написано. Да, модель, все стерло. А, SR 4000. Ну, достаточно дорогая модель, она... Ну, больше тысячи долларов стоила. И вот эта еще прищепка тоже дорогая. То есть сама радиосистема, она частоты передает с наименьшим количеством шумов. То есть у меня была до этого более дешевая, и когда вот еще приходилось работать в казино, постоянно были наводки с каких-то, знаешь, раций, и плохо очень ловили. Хотя сейчас у меня немножко уже покоцалось, плохо начинает ловить, я уже там контакт... Ну, я ее пользуюсь очень давно. Ну, вот теперь еще вопрос, последний в теме мод бизнеса. Значит, ваше отношение к наслоению реверберации от разных сэмплов и треков в общем миксе. Как не переборщить? Для примера, поставить ревербер на рабочий, потом на всю установку, отдельно на синтез, еще и на общий. Ну, я думаю, что здесь практически... Установка про барабан имеется в виду? Ну, видимо, да. Видимо, да. Я думаю, что на практике этого делать сейчас не стоит. Автору про реверберацию сказать. Ну, вот, например, ладно, давай просто расскажи, например, как ты пользуешься реверберами на посылах, сколько у тебя их в среднем там, ну и вообще. Сейчас это проект, который мне здесь открыт, на этом компьютере. О, давай, отлично. Ну, этот трек достаточно, по-моему, смешной был. А какая разница? Сейчас, а, я не включил сейчас, секундочку. Ой, как у меня много там посылов, я что-то сидел. Видно что-то. Видно дестоп пока. Логик открой. Вот теперь видно логик. Ну, вот, сука, месь ауксов. Ну, какие-то свободные. У меня, на самом деле, бардак бывает в проектах. И один проект перекачивает в другой. Ну, видишь, стандартный там стерео-дилей, тейп, 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 тейп. Ну, дилей, 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 дилей. Понятно, именно ревербер, есть человек, спрашивает. Я вижу у тебя спейс-дизайнер один, и он, типа, какой-то под верб еще. Ну, да. А, это платинер. Трек, по-моему, без саксофона даже. Смешной, да. Вот, кстати, сейчас можешь включить стерео. А, вот про трек, который как раз не музыкальный. Вот это в данном случае и он. То есть такие тоже иногда бывает, приходится делать. Сейчас, сейчас. Такое ощущение, что что-то фонит, и... Слушай, наверное, все-таки... Вот, вот, отлично. Сейчас я наушники включил. Вот, отлично. Здесь бочка очень мне понравится, какая у меня получилась. Да, хорошо. Использую в конце вот ношение, то есть, ну... Иногда не пользуюсь, а иногда пользуюсь. А зон еще вот нравится, как насыщает звук и вообще лимитирует Oxford. То есть, ну, как-то без особого перегруза. Примерно с такими настройками, такую атаку делаю, чтобы... Чтобы, как бы, ну, бочка не пропадала совсем. Релиз тоже по-разному уже. Интересно. Ну, давай вернемся к реверберации все-таки. Посмотри, давай-давай посмотрим, что у тебя на посылах висит. У меня здесь дилей. Не, ну, как бы в хаус-треках я стараюсь сделать реверберацию вместе с сайченем. То есть, потом еще закрываю компрессором с сайченем с бочкой. Миша, я думаю, тут будет интересно. Многим тут спрашивали, а именно обработка саксофона. То есть, если есть какой-то проект именно... Ну, здесь, к сожалению, в этом... Ну, это просто все показываю сейчас. На Macbook Pro, да, здесь у меня не записывают саксофон. Обычно я на студии не записываю. А ты смог бы, допустим, вот то, что ты сейчас записал, буквально пару фишек, там, обработок по саксофону. Вот этот звук, который ты симпровизировал. Это у меня просто в другом проекте. Я сейчас попробую скинуть тогда его. Было бы просто интересно, на самом деле. Просто очень много вопросов задавались по этой теме. И в YouTube тоже пишут на эту тему. Сейчас, я думаю, как скинуть... Антон, когда эти вопросы закончатся, ты скажи, я тут вот собрал у нас с YouTube тоже несколько интересных вопросов. Ты знаешь, наверное, они у меня закончились. В группе вопросов больше нет. Да, ты, кстати, мой самый главный вопрос не прочитал. Видимо, не заметил. А ты же... Не, я заметил, просто ты же его задавал уже. Нет, я... Что-то похожее ты спрашивал. Ну, давай спрошу, конечно. Ну, или давай хочешь ты сам спроси. Да, пусть... Миша, если мы будем задавать тебе на фоне вопросов, тебя не будет это отвлекать или... Конечно, я сейчас все нормально, сейчас просто перегоняю трек. Да, я пока, чтобы не было тишины, чтобы люди там не заскучали, позадаю тебе вопросы лично свои. Что тебе больше нравится, ты уже ответил. Насколько актуальна сейчас живая музыка, в частности, игра на саксофоне? Твое личное мнение. Ну, вообще, живая музыка, она сейчас как-то так уходит. Ну, хотя ценится, да, но, к сожалению, сами музыканты остаются без работы, да, и так, я бы сказал, живут на такой на грани нищеты тоже. Если особенно не поддерживаться государством какие-то... Если государственные музыкальные коллективы, они некоторые поддерживаются, некоторые не поддерживаются. То есть, знаешь, люди, получается, отучившись в музыкальных школах, в музыкальных училищах, ну, я думаю, да, в итоге остаются работать там же, в этих музыкальных училищах, преподавателями. Миша, секунду. Наверное, пока говоришь, выключи режим стерео, потому что ты стал тихий. Или, может быть, Армен, если есть возможность, в тулбоксе сделать погромче, потому что у меня тулбокс не работает. Все, все, все. А, все, Миша здесь. Нормально. Ну, еще раз, подожди, вопрос по поводу музыки. Актуальности живой музыки. Ну, когда, знаешь, по телевидению, там, сам понимаешь, показывают, там живой музыки уже не остается. Везде электронная музыка, да. Сами по себе музыканты тоже, как сказать. Ну, они пользуются спросом, но вот в основном в каких-то увеселительных таких мероприятиях. А вот так, чтобы люди приходили, оценивали действительно творчество, и людей таких мало уже остается. Другое поколение. Молодежь, она как-то это не воспринимает. Ну, просто уже интерес не хватает. И вообще сейчас как-то время, время все больше стараются заработать денег, да. Из-за этого искусства по-настоящему, мне кажется, мало кто ценит, слушает и смотрит. Ну, а тебя, допустим, приглашают чаще все-таки как саксофониста или же как аранжировщика? Да нет, ну, конечно, не как саксофонист. То есть это меня спасает, то, что я играю на саксофоне, ну, естественно, могу еще сам делать какую-то музыку. Ну, сколько ты, кстати, играешь уже на саксофоне? Ну, я думаю, занимаюсь лет с десяти. Ну, там вначале кларнет, блок флейта. Но я особо, знаешь, так и не стремился прям по-настоящему заниматься. Не сказать, что мне надо. Смотри, вот я лично тебя знаю по одному такому хиту, вот, Тиеста Айвел Бехе, да? Как пришла идея сыграть поверх этого? Это, я так понял, Бутлек у тебя, да? Да, да, да. Блин, ну, круто. У нас тут в Харькове, я помню, летом во всех клубах играл этот трек. Серьезно, очень круто. Ну, как-то так я, на самом деле, до этого тоже были какие-то такие треки. Мне понравилось, и как раз были кусочки. Без вокала я так нарезал все достаточно и разместил все это. Блин, ну, реально, да, реально круто. А, кстати, вот тоже очень интересный вопрос. У меня друг просто постоянно импровизирует, тоже играя на саксофоне. Часто ли ты импровизируешь во время игры вживую? Я только вообще импровизирую. На самом деле, я больше этим и занимаюсь. Да, вообще, мне кажется, игра на саксофоне, это в основном импровизация. Меня поэтому удивляет, что когда начинают люди просить там скинуть ноты, да. Ну, конечно, не удивляет, потому что я сам тоже был молодым, и без этого никуда. Но я стараюсь больше не по нотам играть, все равно ноту уже давным-давно забыл, все больше импровизирую. Смотри, Миш, тут вопросы есть с Ютуба, три-четыре вопроса. С чего посоветуешь изучать написание музыки, последовательность изучения, и на что следует тратить больше времени, на что меньше, по твоему мнению? Ты знаешь, тоже был предмет софержи, например, у нас, да, где в институте, ну, в консерватории. Но мне казалось, что, блин, зачем это нужно? Не нужно, не нужно. Но сейчас вот смотрю, действительно, очень полезная штука. По крайней мере, я сейчас слышу музыку, анализирую, что это звучит, и могу даже и как-то добавить что-то. И как бы теория тоже вроде бы нужна. Ну, смотря, как подходить. Например, для музыкантов в оркестре не всегда, мне кажется, нужна такая прям гармония, сидишь в оркестре, если только по нотам играешь. Но для того, чтобы сочинять что-то, все-таки лучше знать и теорию. Еще правила, если определенные, знаешь, в инструментовке, например, я помню, как тройки ставили за то, что там какие-нибудь гармонии, параллельные там квинты, да, мелодии, когда собираются мелодии, но на нее надо написать гармонию. Именно расписать на четыре голоса. И ошибки, то есть когда там параллельные октавы, да, там параллельные квинты. Это нельзя. А сейчас как бы слушаешь музыку, ну почему? Он трек играет, никто об этом, никто двойку не ставит этому певцу, там он, несмотря на это, играет везде, из всех радиостанций, по телевидению, да. Хотя по гармонии это неправильно считается, двойка. Я смотрю, ты уже подготовил, да, вокал, давай я быстренько задаю последние вопросы. А, еще не подготовил? Тут как-то он не записался. Сейчас, может быть, еще раз догружу вот сюда. А, все. Смотри, Миша, давай я доспрашиваю тебе вот эти вопросы, чтобы уже не возвращаться. О чем мечтал в начале деятельности и что у тебя получилось, что сбылось? Ну, пока вроде бы все так сбывается. То есть я, желания, они вроде меняются, да, иногда, но вспоминая то, о чем желал до этого, в принципе, как раз в студии есть, вроде и музыку могу писать, ту, которую хочу сам. И даже и за это деньги в какой-то степени там платят. Ну, конечно, за выступление больше. Есть люди, которым нравится музыка. Так, смотрю по статистике Яндекса, например, когда там, знаешь, 20 тысяч запросов в месяц, тоже просто ищи там синтетик сакс музыку. Ну, думаю, можно продолжать пока в этом духе. Смотри, тут вот сейчас вопросик, вот, думаю, тебе понравится, расскажи про свой райдер. Ой, ну, у меня на самом деле райдер просто диджейский пульт, пионер, чтобы там была обработка процессора эффектов. Вот, и все. А бытовой райдер, на самом деле, простой, у меня даже был специально смешной райдер, для себя не такой капризный. Ну, сам понимаешь, в армии 4 года прослужить. Да, ну да. То есть лимузины ты не заказываешь, да? Да не, ну, сейчас все уже понимают, что ты, знаешь, видишь, главное там, ну, конечно, гостиница хорошая, ты, знаешь, прочитал какого-то райда там, чтобы обязательно были полотенца, волосинки, да, полотенца, ворсинки. Должны быть определенной длины, то есть, понимаешь, не дай бог нам что-то, видимо, себя поцарапает этим полотенцем, да, личико кто-то, ну, диджеи при том, да, при том я посмотрел, что диджеи, которых даже треки своих не делают, то есть, да, не музыканты. Ну, зато хорошо себя пиарят. Ну, что, ты сейчас, я попробую, да, поставить? Да, вот тут как раз вопрос, вот, чем обрабатываешь запись саксофона, я думаю, сейчас вот как раз у тебя получится это, да, показать? Хотя бы там пару tips and tricks, так сказать. Сейчас, я перейду еще на... Большинство вопросов в основном на эту тематику. Вот опять пошел фон какой-то? Да пусть будет, пусть будет, ничего. Ну, вот посыл на стерео-дилей, например, да, делаю. То есть, он как у меня стоял, так и стоит пока, но я сейчас буду слушать, что там получается. Низа вот обрезаю. Это вот то, что сейчас записал. Ой. Что-то место, извиняюсь, подтормаживал. Так, вот с этого посыла, со стерео-дилей у меня еще второй посыл идет на реверб. Только я сейчас, наверное, на другой поставлю. Выключи анализатор в эпвалайзере, потому что из-за него лоджика начинает тормозить. Да? Да. Я обычно их не вообще вне, она всегда, везде висят. Буду знать. Я, кстати, ну, как-то... Хотя, у тебя 1.6 же, да? Вот почему-то в 1.7 началась такая проблема, у меня 1.8 сейчас ничего не изменилось. Это 1.8 почему-то. А, тогда выключи анализатор в эпвалайзере, он реально подтормаживает из-за него. Я не думаю, что сейчас у меня есть всего лишь один такой анализатор. Не важно, одного достаточно. Он реально подвисает. Он действительно не нужен сейчас. Ну, просто кнопку аналайзера нажми. Почему-то непонятно, нету ни обработки. А, они замутированы, извиняюсь, я думаю, что-то странно. И пич еще, вот, корректор ставлю, чтобы нотки подстраивались немножко сразу. Ты знаешь, про такую музыку хочется мечтать. Да ладно, я не смею, а гармония играю, на самом деле. Я когда записывал, мне казалось, что там будет сейчас другая ступень, да? А в итоге она повторяется, и немножко не то. Знаешь, иногда диссонанс, это даже хорошо. Там не диссонанс, там просто, да, не развитие. Кстати, меня удивило, знаешь, то, что вот трек, который вот играет на ДФМ, на Радио Рекорде, вот ремикс там на АИК, в итоге, то есть у меня как бы висела акапелла на промо, где же там ребята сделали ремикс, и, ну, саксофон у меня там не строит. Я не знаю почему, но, несмотря на это, его играют везде. Блин, ну там, правда, он не строит, мне прям уши режет. Я сразу думаю, ой, как... Вот за это ты теперь это сказал. Напиши название, мне интересно, кстати. АИК, АИК называется. Ну, сейчас. Давай не сейчас. Электро-версия. Ну ладно, я тебе стукнув личку, и скинешь мне его. А, или УИГ. Да, и там, может, ну, кстати, там Диджей ВИД и Диджей РАМИС или нет. Ладно, найду, найду. Ой, что-то я открыл не то. Подожди, что-то я открыл. Сейчас, секунду. Такой пустой проект. Вот, видишь, здесь по-другому, видимо, начал записывать, и скисофон в другом положении. Совсем разный звук получился. Проблема, надо было всего, видишь. Здесь хорошо. Дальше. Видишь, вообще, то есть частот нету в средних. То есть, вот это немножко лажа получается. Да, потерялся. Конечно, ты и запишешь попозже. Ну, я не успеваю свои треки доделывать. Ладно, дослушаем тогда. Давай, дослушаем. То есть, короче, как бы, видишь, в средней части получилось так, что неправильно. Миш, мне кажется, людям будет больше интересна обработка. Там, если что-то не попадает, то... Ну, могу сейчас поставить, наверное, еще компрессор, да, какой-нибудь. С лимитером тогда, чтобы... Да, там люди сидят, да-да, там люди сидят, там, где мастеринг, где мастеринг. Мастеринг я вот просто сейчас Oxford поставил. Что здесь, здесь же, как бы, я мастеринг делаю потом же, в конце. Так, примерно, пристреливаюсь, когда делаю, там, что будет. Это, так сказать, простым словом просто. Вот я назвал так мастеринг. Блин, не строит, как у меня все-таки. Я еще сейчас сюда, в эту линию тоже посыл на... на Space Designer. Ты знаешь, Миша, это, наверное, участь всех саксофонистов. Вот у меня тот же друг, да, он вечно играет и в себе ищет ошибки, да, вот тут вот я не попал. Это, наверное, такое качество, наверное, только у саксофонистов. Ну, почему, у всех, я думаю, будет. Музыкант, если... если слышишь, да? Ну да. Сейчас. Да, они только в саксофонисте. Блин, круто. Тормозит. Такого не было просто. Ну, ладно, если тормозит, можешь проостановить какая-то. Он не может остановить, в том числе, я знаю, этот глюк, он появился в седьмом... Он появился, начиная с седьмой системы, начиная с лоджика. И, видимо, у тебя старая операционка на старом компе, поэтому там такой проблемы нет. Ну да, слушай, я вообще... Нет, я на это не сталкиваюсь. Так это из-за чего? Из-за анализатора? Анализатор выключили, да. Ах, вот он какой, нифига себе. Ну, тут высоких много, мне не нравится тоже звук саксофона. Я, конечно, его бы сейчас более так досконально вычищал, особенно по эквализации посмотрел, что там резонирует. То, что он рисковато звучит. В целом, давай подведем, давай подведем некую черту, чтобы опять же не терять время. То есть ты, в принципе, в принципе, обработка самая стандартная. Ты берешь эквалайзер, снижаешь, срезаешь низкие гармоники, чтобы они не забивали диапазон. Ты берешь питч-корректор, чтобы он чуть лучше строил, чем был. Ты немножко компрессируешь его, да, чтобы уменьшить динамический диапазон. И, я не знаю, даешь... А лимитер зачем, чтобы там... Ну, чтобы более ровно звучал. То есть я, если бы подтягиваю, погромкость, но это я, как бы, не всегда делаю, на самом деле. А всякие эксайтеры, там, лучшайзеры... Ну, 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 так вроде бы звучит. То есть его насыщать... Не, бывает стерео, то я просто могу прописать второй там саксофон сделать. То есть я особо не заморачиваюсь, потому что я стараюсь саксофон, чтобы он звучал посередине. Хотя можно там немножко, там, да, поизвращаться, там, сделать стерео... Дилей, чтобы он стерео звучал, потом еще продублировать, там, сделать октаву с ним вниз или вверх, да. И так потихонечку, чтобы он где-то там вдалеке играл. Кстати, вот вопрос, а ты записываешь даблтреки? Ну, здесь нет. То есть, ну, бывает, но в последнее время что-то редко записываю. Мне кажется, очень кропотливо. Ну, да, тяжело. Ну, сейчас, знаешь, когда какую-нибудь певицу записываешь, пытаешься с ней что-нибудь записать, давай, там, второй голос, там... Ну, когда руки опускаются, когда понимаешь, что она не может это сделать, в итоге просто все ручками начинаешь дублировать трек в мелодайн, именно в Афку дублируешь, потом ее на интервалы уже меняешь, аккордовые звуки, и все. Получается вроде бы как бы аккорд целый. Откуда назвался Вен? Ну, вот здесь, особо говорю, особо обработки не требует саксофон. В принципе, это потом уже для какого-то творчества, может быть, или больше как-то для извращения можно что-то сделать там со звуком. Может быть, кстати, вверха вот убирать, потому что он рисковат, мне кажется. Ой, не, я боюсь, я сейчас хочу анализатор включить, чтобы понять, на какую частоту, да, примерно. Ну, а можно же пользоваться озоном, да, наверное. Там анализатор тоже присутствует. Да, с озоном, насколько я помню, работает. Кстати, Миша, немного такой нубский вопрос. Подумал о нем, а ты вот в мелодайне корректируешь сам саксофон? Нет, саксофон-то нет, конечно. Я говорю, в основном, вокал. Если, знаешь, питч-корректор не справляется, там, аутотюн, ну, не свой вокал. Ну, хотя свой тоже. Ну, для любой вокал приходится тюнинговать. И аккорды просто потом выставляют долго, конечно, но результат хороший получается. Если там еще смещаешь, там, с долями, тоже неплохо получается. А в какую очередь ты делаешь саксофон, то есть сначала трек, там, вся идея, а потом саксофон сверху записываешь или все-таки? Ну, в основном, да, так. Не, если уже изначально есть какая-то идея музыкальная с саксофоном, да, то есть сначала ее запишу. А если у тебя, допустим, вот есть чистый вокал, допустим, да, и что тебе проще, под нее сделать аранжировку или сначала там наиграть на саксофоне? Нет, ну, проще под вокал, под вокал, я думаю, проще сделать. Понятно. Что там, Антон, еще с вопросами? Есть какие-то еще? Ну, пожалуй, в группе больше вопросов нет. Да, может, кстати, вот тут вот интересный вопрос, немного смешной. На каких секвенсорах вы писали бы музыку, если бы у вас... А, когда у вас не было мака? Ну, у меня на писюке был лицензионная версия Logic. Это не лицензионная... Ой-ой-ой, это лицензионный лицензионный. Ну, нет, у меня даже коробка есть, могу показать, что у меня был лицензионный Logic, но когда компания Apple купила iMagic, почему-то они не перестали делать апгрейды, да, и у меня в итоге Logic для писюка лицензионный, там 4.7, что ли, версия старая. Ну, я, естественно, подсел на Logic, в итоге пришлось покупать продукцию Apple, я сейчас обложился макинтошами. А пробовал еще что-нибудь? Не, ну, я на Cubase что-то делал, естественно, на FruityLux, там то, что пытался, ну, очень давным-давно на старых версиях. Ну, а всех программы попробовал, когда покупал на Савеловском рынке софт, крекнутый, пробовал, пробовал все, потом купил вот дорогую. Миша, где тут, где находишь вдохновение на работу? Сейчас у меня что-то не особо вдохновение, но просто в желании что-то такое сделать хорошее. Вот, кстати, хотел спросить по поводу вдохновения, как часто с тобой случаются такие вещи, когда ты, например, куда-то идешь, едешь, и где-то сидишь, и тут опа, вот, блин, надо записать мелодию, блин, ну вот это классно. Сейчас в последнее время такого прямо нету. Не, ну, бывают идеи, сейчас как-то так уже, сейчас понимаешь, уже какая-то логика работает, что можно сделать хороший трек, но, то есть он будет реально красивый, но его не будут все равно оценивать. То есть хочется же как бы, ну, развиваться, сам понимаешь, хочется зарабатывать больше денег, то для этого надо иметь какую-то популярность. Ну, и понимаешь, что просто сделав красивый, хороший трек, который тебе нравится, многим будет нравиться, но он не станет популярным, потому что в нем чего-то нет, то что как-то или какое-то сарафанное радио, да, будет работать. Например, вот немножко смешной этот трек, про который я рассказывал, такие там тоже пел, парень-парень мысли качает, а он тоже получил своеобразную популярность, то есть через сарафанное радио расходится, и хотя он, там, ну, музыка такая электро, смешное, ну, слова там просто интересные, и за счет слов народ его дублирует и распространяет. Да, просто простые слова, которые каждый из нас понимает и запоминается. Они смешные и дурацкие, то есть, понимаешь, надо быть на чем-то таком, какая-то фишка должна быть, и за счет нее, получается, трек остается... Да, даже я его это слышал. Кстати, да, да, да. А вообще, скажи, много приходится работать, ну, так вот, положи руку на сердце. Работать именно в студии? Вообще, вообще, да, работать. То есть, ну, я имею в виду, вот все сразу, и в студии выступать, и сколько в среднем часов, где-то день заняты. Ну, выходные, не, фишка в том, что, как бы, артисты в основном работают, выступают же по выходным, там, какие-то корпоративки, да, всякие свадьбы, клубные выступления в Москве, вот, гастроли. В принципе, каждую неделю что-то есть, другое дело, так, если выстроить, чтобы совмещать и гастроли, еще какие-то корпоративки, не всегда вот получается, потому что бывают и корпоративки, просто в Москве, например, в клубах как-то меньше платят, нежели на гастроли. И иногда приходится так тоже ждать. Миша, Миша где-то учился импровизацией, может, брал какие-нибудь мастер-классы, книги, может, школу? Не, ну, знаешь, все скосфонисты, я думаю, те, кто там занимались джазом, начинали там слушать и снимать импровизации, да, других скосфонистов. Калтрейна, там, Паркера, Чарльза Паркера, что-то такое более там популярное, ну, вот фанковая, Мессио Паркера, да, много там, Стангейтс, то есть в зависимости от того, что он кому нравилось. Дэвид Сембро, но это более такие попсовые. Ну, не то, что попсовые, они более востребованные. Например, Кенни Джи тоже вначале играл больше джаз, потом уже начали такую больше коммерческую музыку. Ну, он молодец, постоянно занимается, даже здесь недавно ходил на его концерт. Это так скосфонист такой, Кенни Джи, если вы знаете. Знаете? Я знаю, я знаю. Я знаю только, как Энди Далфа. Ну, да, я тоже с ней даже фотографию, когда в Голландии был, работал, там, случайно попал на ее выступление. У нее папа тоже скосфонист. Молодец. А, смотри, тут вот вопрос по аранжировке. Как ты сводишь вокал с лидирующей партией? Я просто убираю лидирующую партию. Если вокал, ну, если они не пересекаются там между, ну, как-то свожу, то есть, слушаю. А если пересекаются? Ну, мелодию, если она дублирует, например, мелодию, ну, просто убираю, делаю потише, и все. Смотрю там по частотам, что не мешает, естественно, не заобрезаю вокал. Здесь где-то недавно выступал, а, не, пришел в караоке, да, случайно. И смотрю там на вокале даже нету на пульте обрезанных низких частот, то есть, люди как бы не понимают, что... А, они сказали, что не надо это выключать, потому что будет звук хуже. То есть, когда они поют микрофон, он бубнит, реально не понимает. Я говорю, нажмите, вот он перестает бубнить, а люди не понимают. Естественно, в миксе не заполнить, там стараюсь обрезать, когда свожу вокал. Многим певцам не нравится, говорю, слушай, звук какой-то получается сухой, какой-то писклявый. Я говорю, ну а иначе не будет слушаться в миксе вообще. Вот такая проблема. Так, как-то тема перевожу, так. Что там, Антон, у тебя? А, я просто хотел спросить, если ты просто слушаешь музыку, то что у тебя звучит? Вообще, такое бывает? Свои треки. Ну, я сейчас больше анализирую, что-то так. Бывает, я в основном, почему-то в машине радио слушаю, именно не музыкальное. Как ты наслушался? Бизнес-ФМ? Ну, у меня, да, японские машины приходят слушать все вот эти радиостанции ниже, там, ниже мегаполиса, которые почасто там, ну, если знаете, что в Японии там радиостанции в машинах. А вон, кстати, Вэйн хороший вопрос задает. Остался ли у тебя твой первый трек? Ты показывал дискету в самом начале? Нет, конечно, нет, я их многие оцифровал, и треки там писал у нас девушке, соседке, который был влюблен, все-таки, как у меня, душевные треки, там совсем, то есть они не связанные с танцевальной музыкой. Ну, у них хорошо, там мелодия, красивая гармония, тогда я музыкой больше занимался, просто. Миша, а сколько у тебя ушло на создание I will be here? Ну, там как-то быстро, там же не один скасофон прописан, там тоже несколько голосов, там аккордовый звук получается, по аккордам я все это выстраиваю. ну, настолько крутая работа, я просто, на самом деле, поражен, я вот когда услышал. Тоже сводил, то есть сама по себе же аранжировка, она уже насыщенная, да, там уже все прям вдоль датсибелл идет, и в нее вставить сксофон так, чтобы не потерять звук самой аранжировки, тоже приходилось там, приходилось тоже пользоваться, по-моему, сайченем, сайченем, который на сильной доле какие-то определенные, частот срезал. У меня вот на этом C-Electronics есть такой. Интересно. Так, Армен, ты здесь? Да, да. А, я понял. Да, какие там вопросы еще с YouTube есть? Просто, с моим время уже почти 10, я думаю, что... Да, да, сейчас я напоследок... потихоньку... А вот есть, по-моему, вот, по-моему, последний вопрос, какие кабели используют для аппаратуры? Ой, блин. Да. Я не понял. Нет, все правильно, просто нет, есть же, знаешь, ценовые категории кабели, там, такие достаточно дорогие, по-золоту, пипец. Есть такой кабель, называется, утюговый. Ну, он в трепишной такой оплетке, как шнуру старого утюга. Нет, я заморачивался, тоже покупал такие дорогие, как там еще называется, вакуумные, не вакуумные, а... Ну, в общем, ладно, не буду. Я сейчас какие-то купил кабели, да, я даже не заморачиваюсь. Самое главное, чтобы в конце уже был хороший результат. Если я слышу какой-то недостаток звука, конечно, от кабеля тоже зависит многое, но я почему-то сейчас уже не заморачиваюсь этим, поэтому я не могу даже подсказать. Тут спрашивают, тут спрашивают, почему транс не пишешь, было бы круто что-то новое с саксом. Нет, я себя ловлю на мысль, что надо бы что-то такое сделать, потому что достаточно популярная музыка, к тому же вирус-синтезатор, да, он как раз больше трансовый. Да ладно, Вера, у тебя Юпитер там. Да, да. Вирус. Ну, нет, ну, вирус, он мне по звуку больше нравится. Нет, наверное. Смотри, не хотел неправильно прочитать название, вот я тебе вот сейчас напишу, прочти, пожалуйста, но я просто могу неправильно назвать, вот. Давно задавали вопрос, я как бы побоялся. Фанк-агенда. Ой, я даже не слышал. Вот, Лауре Гарнье. Я не слышал просто. Синтезированный. То есть, нет, может быть, если по названию я не могу сказать, может быть, по звуку я могу, если бы мне прислали сам трек послушать, так я не смогу сказать. Ну что, я думаю, да, я думаю, на этом стоит закончить, просто, наверное, напоследок пусть Миша посоветует какие-то вот, дай какие-то дельные советы, но я думаю, скорее всего, тут вряд ли будут многие сексофонисты, но... Даже не советы на пусте, Миша, молодая музыка. Я думаю, дельные советы, мне кажется, чтобы музыку лучше, если сочиняешь какой-то трек, изначально просто понимать, хотя я сам себя ловлю на мысли, что я так не делаю, да, но если чего-то добиваться, то понимать, куда этот трек пойдет, где его будут ставить, кто его будет играть, и как сделать так, чтобы он бы играл везде, то есть не просто там распихивая, да, спамить по друзьям, мне постоянно тоже присылают, там, особенно послушай мой микс, но микс вообще, как бы, стараюсь не слушать. Ну вот, и делать такой трек, чтобы он бы распространялся как бы сарафаном радио, именно, и была бы интересна либо музыка, может, какие-то слова интересные, какая-то фишка в нем была, то есть я думаю, вот это будет помогать музыкантам, молодым и старым, в продвижении себя и в продвижении своей музыки. Здорово. Вкладывайте душу в... душу. Нет, даже не душу, а какая-то должна быть логика, логика, то есть чтобы в этом треке что-то цепляло, идея, которая потом бы способствовала, именно, человек себе разместил там на сцену, послушал себе другую, о, прикольно, там какая-то штука интересная, да, в нем была, либо в названии в каком-то, может быть, либо в словах, что-то, либо, может, мелодия какая-нибудь, хотя сейчас понимаю, что чем проще мелодия, тем он более популярный становится. Кстати, тут мне вот в личку пишут, наверное, последний раз отвлеку тебя, тут пишут, что один из наших участников, не знаю, Ник, я точно не помню, Саня Нагорный, по-моему, Тони Кард, с тобой ремикс вроде, да, делал, он тебе, он тебе, кстати, привет передает, вот, и хвастается, что он тебя знает. Мне тоже приятно, что я его знаю, что он мне передает привет. Да, это, кстати, наш один из активных участников, так что, все, Миша, Я ему сегодня телефон скину, написал, так что, вроде, хотел со мной встретиться. Да, да, спасибо, Миша, что мы тебя отвлекли. Да ладно, вам спасибо, что позвали, приходи еще, рассказали поговорить. Да, надеемся, что еще раз увидимся, вот, в будущем у нас будут также интересные мастер-классы, вот, очень интересных личностей, так что, заходи к нам тоже, смотри, вот, и в будущем, я надеюсь, я надеюсь, что мы с тобой еще раз увидимся. может быть, вы можете пригласить тоже певицу, Лауру Грикс, которая треки записывает. Мы можем пригласить вас обоим еще раз. Да, нет, вы можете дать нам мастер-класс, собственно. По поводу вокала, там тоже может что-то урок вокалистов будет. Круто, круто. Кстати, Антон возьми это на заметку, так что, мой вокал, свой вокал, чтобы подтянуть. Все, спасибо, ребята, кто смотрели нас на YouTube, спасибо тем, кто досмотрел эту запись, вот. Немного получилось долговато, но в целом было, я думаю, интересно, то есть, вживую вы увидели, как Миша делает свои, так сказать, треки, да, вот, блин, я реально был поражен, когда услышал, что вот с нами будет сегодня на вебинаре Синтетик Сакс, да, мне реально, когда я просто слышал, я тебя просто знаю, вот по одному треку, да, вот, I Will Be Here, все, мне этого хватало, реально, по треку реально у нас тут во всем городе играл. Значит, все, из какого-то города? Харьков, Харьков. А, ну да, меня там приглашали. Кстати, да, если у меня, если у меня будет вариант тоже позвать тебя в нормальное, так сказать, в нормальное клуб, да, можно не в нормальное, я там играл, в Донецком я играл, там в клубах, там в шахтах вообще играл. Ладно, я думаю, что стоит, все, ладно, давайте заканчиваем. Спасибо, Миша, еще раз, всем пока. Спасибо, Миша, да, Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok